Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. Минск чрезвычайный в эфире. В студии Виталий Димбовский мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. Только с начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 2500 выездов. На пожарах погибло 11 человек, 55 человек, двое из которых дети пострадали. К счастью, 241 человек был спасен и эвакуирован из опасной зоны. Далее подробно о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник поздно вечером на улице Козлова пенсионерка едва не сгорела заживо. Во время приготовления ужина на ней загорелась рубашка. Сообщение о происшествии на 101 поступило от врачей-скорой, которую вызвал сын хозяйки. 77-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ожоги головы, шеи и туловище 1-2 степени. Всего около 17% тела. Во вторник курение в нетрезвом состоянии стало причиной пожара и эвакуации жильцов из многоэтажки по улице Танка. О возгорании в службу спасения сообщили соседи. Спасатели вынесли из полыхающей квартиры 44-летнюю женщину, которая была здесь в гостях, и 67-летнего сына хозяйки. Он находился в бессознательном состоянии на балконе. С отравлением продуктами горения в состоянии различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу. Из соседних квартир спасатели эвакуировали еще двоих человек. Они, к счастью, не пострадали. Минск чрезвычайный. В этот же день одной из минских гимназистов впору было давать освобождение от домашних заданий по письму, если бы не спасателей. У восьмилетней девочки правая рука случайно застряла в диване. ЧП произошло поздно вечером на улице Якуба Колоса. Родители обратились за помощью в МЧС. Спасатели долго ждать не заставили. Через несколько минут заложница мебели была освобождена. Со здоровьем у ребенка все в порядке. В среду утром с разницей в 10 часов в Минске горела бывшая казарма на улице Лыньково. К слову, МЧС в эти стены вызывали уже в третий раз за месяц. Совпадение? Не думаю. Основная версия ЧП поджог. Пожарные на месте определили, что очаг находился на втором этаже. Горел деревянный пол. Известно, что здание казармы последнее время никак не используется. И попасть внутрь помещений может каждый. Вход на территорию не ограничен. В четверг занятия в учебном заведении на улице Макайонка оказались на грани срыва. Рано утром пожарные машины спешили в колледж искусств имени Охремчика. Из подвала здания валил дым. Оказалось, что в подсобном помещении столовой закоротило электрощит. Инцидент закончился испорченной проводкой и закопченными стенами. Эвакуация не понадобилась. Ликвидировали пожар полностью в 8 утра, как раз к началу занятий. На учебный процесс ЧП не повлияло. А вот в столовой наверняка остался неаппетитный аромат. Минск чрезвычайный. В этот же день днем у входа в магазин на улице Водолажского прохожие заметили ядовитую змею, о чем незамедлительно сообщили в службу спасения. Спасатели отловили гадюку размером около 50 сантиметров и отвезли ее в лес. Также поздно вечером в четверг на стоянке у рынка Лебяжи неизвестный поджог грузовик «ДАВ». До приезда спасателей владелец фуры решил самостоятельно потушить пожар. С огнем мужчине справиться не удалось. Кроме того, он получил ожоги первой-второй степени на общей площади 10% тела и был госпитализирован. Пламя повредило автомобили полуприцепа, также пластмассовые элементы кабин, лакокрасочное покрытие и оплавило тенты двух рядом стоящих тягачей с полуприцепами и одного полуприцепа рефрижератора. В пятницу днем на улице Пономаренко обычный продуктовый магазин оказался в центре внимания. Кто-то сообщил о взрывном устройстве в камере хранения магазина и одновременно о пожаре в магазине. Спасатели, выехавшие на место происшествия, обследовали помещение. Вызов оказался ложным. Кому и чем досадил магазин, сейчас выясняют правоохранители. Минск чрезвычайный. В субботу днем три человека отравились парами растворителя. 37-летнему мужчине стало плохо, когда он занимался покрасочными работами в подвале частного дома в районе Дражня. До приезда работников МЧС его мать и сосед пытались помочь ему, но безуспешно. Они не только не смогли поднять мужчину из подвала, но и сами отравились парами неизвестного растворителя. Сына и мать пришлось доставать из подвала спасателям, а также и сосед, и двое спасенных были госпитализированы с отравления. Последний день недели в Минске прошел без каких бы то ни было значимых происшествий. С заключения хотелось бы сказать, что в Минске продолжается третий этап республиканской профилактической акции в центре внимания дети. Работники МЧС посещают дошкольные учреждения, где детям показывают театрализованные представления на тему пожарной безопасности, а с родителями и педагогическим составом проводят родительские собрания и обучающие инструктажи. Ну что ж, на сегодня это все. Берегите себя. С вами был Виталий Димбовский. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.